76 лет назад советские войска полностью освободили от фашистской блокады Ленинград. Блокада длилась 872 дня. По разным подсчетам в городе погибло более 1 миллиона 200 тысяч человек. Почти все умерли от голода. В память о жертвах блокады в нашей стране проходит акция «Блокадный хлеб». Саров не остался в стране. Библиотека имени Пушкина стала одной из площадок, где детям рассказали о том, как жили люди в то страшное время. Мы не только рассказываем ребятам о блокаде, но также предлагаем им самостоятельно побыть в роли поворов-технологов и с помощью перечисленных ингредиентов создать рецепт того самого блокадного хлеба. Режим экономии продуктов питания был усилен с первых дней блокады. Больше всего современных детей поразили нормы хлеба, которые полагались жителям Ленинграда – 125 грамм в день. Муки в хлебе было не намного больше, чем жмыха, целлюлозы, соды и отрубей. Людям давали всего лишь 125 грамм хлеба в день. И они все равно ели это. И они хотели жить. Люди очень голодали, но они терпели. И некоторые люди даже выжили. Но некоторые люди спаслись, вышли из кольца. Они пересекали через дорогу жизни. Эта дорога была из-за льда, и каждая машина могла очень легко упасть в воду. Как было тяжело детям, как они жили. То, что их ранили, но они все равно старались жить. Родители, они хоть и тоже хотели есть, но они отдавали хотя бы половинку своему ребенку, чтобы он тоже жил. Заводы и фабрики Ленинграда продолжали снабжать войска всем необходимым вооружением и снаряжением. Работали 13-14-летние подростки, заменившие ушедших на фронт отцов. В блокаду в зоопарке не съели ни одно животное. Работали все школы, библиотеки и другие учреждения. Город не сдавался. Его жители делали все, чтобы жить и продолжать бороться. Еще я узнала, что за билетами в театр было больше народу, чем за хлебом. Потому что люди хотели хотя бы в эти трудные дни хотя бы как-то себя порадовать каким-то спектаклем. Рассказывая о тяготах и лишениях военного времени, библиотекари показывают ребятам истинную ценность всех всех благ, которыми мы обладаем сейчас, но которых не было у жителей Ленинграда. Акция «Блокадный хлеб» в Пушкинке продлится до 30 января. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.